Я практически готов к походу в Х-18. Теперь мне нужно найти достаточное количество патронов и взрывчатки, чтобы справиться с тем, что меня будет ждать. Но предварительно я расскажу вам о таком проекте, как NextRP. Это игра про Россию с уникальной большой картой и российскими городами, в которых вы узнаете свой посёлок городского типа. Например, Сочи, Горки, Новороссийск. И совсем недавно в игру был добавлен город Москва с главными достопримечательностями. Кремль, Красная площадь, МГУ и Москва-Сити. Ты можешь отправиться покорять любой город, где будешь проживать всё, как в реальной жизни. Выбирай себе работу из большого списка. Не хочешь работать? Иди в армию. В свободное от работы время тебе точно не будет скучно, ведь ты сможешь пойти на рыбалку, охоту, устроить гонки с друзьями или вообще податься в криминальный мир. По транспорту всё прекрасно. 130 моделей машин с возможностью полной кастомизации. Выбирай лучшую тачку и выполняй сюжетную линию, которая тут есть и состоит из более чем 20 квестов. Скачивай игру по ссылке в описании или закреплённом комментарии. Бери. Ага. Ну ладно. Я своё слово держу. На, забирай штучку ботаника. Думаю, ещё встретимся, меченый. А это тебе бронька наша. Пригодится. Бронец, скафандр, спецподразделение, одна штука. Всё может быть. Ну и ПДА профессора Круглова. Тут всё? В общем, ради этого костюма всё это дело затевалось. Что за радиация у меня пошла? Подожди, а чё все бегут, прячутся? Не понял. А чё творится-то? 4 рентгена. Почему мне плохо так? 5 рентген. Чё? Какого хрена творится? Это что? Ого. Это вроде не выброс, а тогда как это понимать? Так-то вот не хватало ещё какой-то херни непонятной. Вообще не ясно. Первый раз у меня какая-то такая шляпа. А ну-ка. Я сейчас тут постану, прям спрячусь. Не знаю, может, давай тогда скафандр оденем? Раз какая-то херня тут. Всё. Вот им бронескафандр спецподразделений. Он и килограмм побольше берёт. И по характеристикам он, конечно, будет получше. Это очевидно. Всё, цыр, опять бегут. Я говорю, я не понимаю, что происходит. Радиация прыгает, кстати. Растёт потихоньку. Так мне кто-нибудь объяснит, а что творится-то, собственно говоря? Получил пси-удар. Всё, да? Да что-то хрен его знает. Опа. А, всё, кончилось? Да, вроде кончилось. Один какой-то упал. Держи аптечку. Вали, козло! А меня за что, дурак? Серьёзно? Подожди. Так у меня броню убили. Короче, это такая история. Этот хрен украл у меня микстуры в санатории луч. Это было на стриме. Кто помнит, тот помнит. Ну, кто ходит на мои стримы. Значит, смотрите, по поводу этих микстур. Я поговорил о чём-то там с Вергосом. Или с кем я поговорил? Или не с Вергосом? Да вроде с Вергосом. С Вергасом, вернее. Я поговорил и активировался вот этот вот квест на микстуры. И прикол в том, что он украл часть микстуры, вот этот вот ушастый. И сейчас он пришёл сюда ко мне. Я ещё тогда так ругался, типа он как? Там всего три микстуры в итоге я забрал. А в итоге смотрите, что происходит. Всё, они опять убегают сюда. Я не знаю, что это за херня происходит. Напишите, пожалуйста, в комменты. Не, если тот чел погибнет, то это хорошо, потому что эти микстуры мне надо. Их можно намного ещё интересного поменять. Ага, всё. Кончилось, причём на этот раз проще намного прошло. Так вы его добьёте, что ли, пацаны? Ох. Большое тебе спасибо, друг, за то, что ты мне принёс микстуры. Это какое-то невероятное совпадение. С другой стороны, можно пообузить, знаешь, типа перезагрузиться. Попытаться выцепить у него ПДА какой-нибудь. А вдруг в ПДА будет тайник, да? Вот, например, тайник с гранатовёдом мне выпал. Но это же невероятное везение. Как всё совпало, да? Причём откуда он здесь взялся? Его не было, когда вот я вчера приходил. Тут всё понятно. Ещё у меня дополнительные щуплы есть. Хвосты и глаза. Ну и с чеком мы пойдём менять его на патроны. Я думаю, что я уже могу бегать в скафандре, ничего страшного. Не произойдёт, если я буду в нём бегать. Кстати, можно ещё же шлем одеть. Раз уж сейчас тут какая-то херня творится. Ладно, давай последний раз. Я долго не буду этой херней тоже заниматься. Добили мужика. И да, с него выпал всё-таки ПДА. Как я и хотел. Все эти микстурочки вернулись мне теперь. Ну это, конечно, дикое совпадение. Я прям даже как-то, ну, в шоке сейчас нахожусь. Но, тем не менее, хорошо выпали микстуры. Градейка вроде вывелась. И да, посмотрим, что там в его ПДА. Может, какие-то будут приколы. ПДА сталкер использовать. Сапёр. Валера ушастый. Ну всё, Валера ушастый. Я помню, ещё думал, как бы его замочить, чтобы вернуть себе вот эти вот микстурки. Неужели зона ко мне благосклонна? Теперь бы с него тайничок выбить. Опа. Схрон. Отлично, даже схрон выпал. Сель застухостоем. Болото. Как раз на болото собираюсь, ребят. Чек отдать. И он как раз прям, смотри, где находится. Вот это сейчас невероятное везение, в общем, ребят. Даже сейчас надо сохраниться. Вот, несмотря на то, что дождь, я потрачу кучу спичек. Может, для YouTube засейвиться? Нет, тут нельзя сохраниться. В общем, зона сегодня к нам невероятно благосклонна. Не, ну это всё, это тайник. Это уже брать нельзя. Слишком уж жирно. Давай засеемся. В общем, смотрите. По-хорошему мне теперь надо в X18 идти. Но только предварительно подготовившись, как я говорил. Сходить обменять цинк патронов 7,62 на болотах. Да и, в принципе, всё. Это самое главное. А, ну и воги как-то мне нужно тоже где-то что-то наменять. Если посмотреть. Ладно, давай сначала круглого добежим. А то он сейчас там что-то стреляется. Они умрёт ещё и всё. Как-то с чем-то придётся идти, конечно, тоже на болото. Ну и ружьё, скорее всего, возьму. Если уж на то пошло. Ну а так всё. По поводу этого бронескафандра. Это бронескафандр редкий довольно-таки. Насколько я знаю, раньше его можно было где-то что-то как-то выменить. И он не был каким-то там уникальным. В этой же версии он является уникальным. То есть, вот он в единственном экземпляре. Вроде как, его плюс заключается в том, что у него меньше говницы стекло. Намного меньше. То есть, меньше его придётся протирать и всякое такое. Если я что-то понял не так, пишите в комментарии. Ну а так, это, по-моему, очень жирно. И думаю, стоило того. Мне даже написали в комментарии люди, которые играли. Много в НЛС, говорят, никогда я не проходил таким способом. Именно через электробусы. Ну и поэтому я тоже выбрал электробусы. Потому что это необычный способ, по которому не каждый пойдёт. А если бы мы просто пошли к дезертирую, то он бы мне за еду дал свой этот список. Дал свою схему патрулей, которая нужна была Волкодаву. Вроде можно было получить переход Агропром-Янтарь. Ну, жирнее, так как мы прошли. Ну и набегался я за твоими данными. Отдали? Данные у тебя? Ну не томи. Вот, держи. Старший отдал флешку. Говорит, что твоя. Точно, моя. И данные вроде все сохранены. Слава богу, нам встретился отряд долговцев. Поделились оружием. Теперь мы попробуем сами до Янтаря добраться. Спасибо тебе, Меченый, за твою помощь. Особых возможностей отблагодарить тебя у нас пока что нет. Но тем не менее. Значит, смотри. Вот в этом месте есть безопасная дорога от бара на армейские склады. Там, как зайдешь, сразу направо поверни. Вдоль колючки пройдешь и увидишь небольшой ящик. Я туда в свое время пару артов для себя припрятал. Твое это, по праву. А, ладно, еще есть одно место. За заводом на Янтаре. Под старый эскаватор загляни. Может и найдешь, что... Кстати, я у одного коллеги узнал очень интересный рецепт. Запиши способ получения гипермодификата «Алмазный колобок». Ну, деньжат от нас прими в благодарность. 25 косарей. Вот, в общем-то, это самый жирный способ пройти этот квест. Из дезертира, по-моему, он мне дал бы только лишь тайник. И переход. Ну, в общем... Да, тайник он бы мне дал, кстати, один. По-моему, только на Янтаре. А тут он еще и на армейских складах дал. Короче, ребята, на самом деле, очень все жирно. Посмотрю, в принципе, мне не трудно было. Но за такие-то деньжичи, конечно. Вот сейчас они куда пойдут. Надеюсь, не на Янтарь, чтобы сдохнуть там. Вот тайничок. Он очень важен, потому что в нем есть артефакт, из которого можно сварить рубиновую пустышку, или как она там, пружина. И пройти тут в штольню. Но туда мы пока докатим. Время пройдет много. Ну и в принципе, что? А, еще какой-то рецепт он мне дал. Интересно, что за рецепт. Давай посмотрим. Справка. Рецепты. Алмазный колобок. Полтора часа зоны. Гипермодификат стойкости к разрыву и удару. Алмазный колобок получается из медомодификата. Титановый колобок. Утянут размутацию в нормальный холодец. Жестко. Ну и все, привет, спасибо за помощь. Анекдот расскажешь? Пошел как-то сталкер в ходку. Увидел плоть и пальнул по ней. Но промахнулся. Эх, совсем косой стал. А потом посмотрел, что рядом никого нет и сказал. Да и раньше такой был. Ага-ага-ага. Ну в общем-то и все, ребят. Квест выполним. Теперь отправляемся обратно в бар, где я уже сброшу барахлишко. Так, сохраняемся. Я очень надеюсь, что они сейчас не сдохнут, кстати. Они же не идут. Сырье ушел. Потому что если они пойдут, стопудово с наемниками они начнут стреляться. Но с другой стороны, мне кажется, такой бред бы никто не сделал. Скорее всего, они будут ждать, пока я уйду с Локи. Ну да, он просто стоит. То есть я ухожу с Локи. И они потом в оффлайн режиме игры. И потом они в оффлайне уходят, куда им надо. Ладно, очень хорошо. Выполнил я этот квест, потому что... Так вот, теперь можно не выполнять квест. Принести два артефакта, по-моему, третьего уровня. Просьба и заметки. Винтовка Мосина, это я взял у Степаныча. Который делает из шкур плоси костюмы. Значит, винтовка Мосина с прицелом. За три выделанные шкуры и артефакт третьего уровня. Ну и найти друга бармена. А, то есть тут не появилась надпись. Ну, короче, он попросил два арта третьего уровня. Он живет тоже в забытом хуторе. Где я Степаныча подоловил. Да, ё-моё, что же так крякает-то, я не пойму. Кого? Это я попал? Вот мне сейчас будет особо тяжело. Потому что не хочу, чтобы костюм ломался. Чуть-чуть сломается. Да, ну серьёзно, что ли? Именно сюда я наступил. Кошак. Да, ё-о-о-о. Всё, смерть, да? Тут уже, ребят, что-то с кошаками надо будет сделать. Три уже кошака. Если я под них пальну, конечно, я броню себе задену. Я этого не хочу. Всё, последние заряды потрасил. Но вы видели сами, никак. Эта трубка будет сюда не вписываться, да? И кровь какая-то. С белой обводкой, что ли? Ну, у одного был хоть хвостик. Ну, вот, может, до пахома пока буду идти. Как раз на меня у него в итоге что-то. Ну, теперь я вообще полный ноль. В плане боевой эффективности. Но довольный! Броню получил, всё получил. Сказка. Ещё этот дурачок ушастый. Вот это... С этого я, наверное, больше всего в шоке. Что он припёрся и отдал мне, можно сказать, микстуры. Есть срочное дело. Подойди, поговорим. Иванцов. Ага. Как бы я ничего не сломал. В плане, что вот надо было после Х-18 идти. Ну, вроде ребята сказали однозначно, что нет, не переживай. Ничего страшного нет, что ты прошёл дикое. Опа, а чё это я в такой броне, блин? Я только хотел посорить на себя, на красавчика. Так, а Иванцов-то это кто? По-моему, это заместитель Воронина? Вроде да. Костюмчик-то можно надевать теперь с противогазом куда-нибудь. А, ещё я забыл свои плащи, которые там были. Ну, ладно. Ну и чего Иванцов меня звал? Меченый, хорошо, что пришёл. Я как раз про тебя думал. Раз уж ты берёшься за всякие дела. Есть поручение одно. Не сильно трудное, но важное. Не трудное, но важное. Что-то у меня нехорошее предчувствие. Ну, ничего особенного. Я слышал, что ты в сторону армейских складов лыжи наострил, а? Хм, что ты здесь ни от кого ничего не скроешь. Короче, что за дело-то? У нас одна группа на складах сейчас. Нужно передать, что задание отменяется, и пусть действует по коду 29. Скажи, что 13 и 8 вышли из игры. Ну, вроде не сложно. А кому передать-то? Белиберда какая-то. 8, 12, 3, 15. Как дети, ей-богу. Это важно. Передать нужно майору Черепанову. Он с группой должен находиться сейчас на южном хуторе у складов. А цифра значит то, что значит. Тебе лучше не задумываться над такими вещами. Целее будешь. Передашь по-быстрому и сразу вернёшься. Будет тебе от меня презент. Ну как, помнишь, что сказать надо? Эээ, ладно. Код 29, 13 и 8 вышли. Так вроде. Точно. Ну, двигай. Я постараюсь ещё кого-нибудь найти. Так что, если успеешь быстрее, тебе и подгон. Ой, подожди. Не, тогда отмена. Это опять на время. Вот любит тут на время. Я не знаю. Перезагрузился я обратно. Потому что кое-что забыл. Помните? Пленный долговский бандит Кочерга. Он же уходил сюда, на дикую территорию. Да. А значит его надо где-то здесь искать. А конкретно, насколько я знаю, в этом доме. Ну он залез, конечно, да. В самое радиоактивное место на этой локации, наверное. Ну хорошо, попробуем. Давай на всякий случай поставим артефакт для прыжка. Чтобы стикать нормально. Ага, нормально. Аккуратно, по балочке. Всё, супер. Теперь главное ещё и не обжечься нигде. Где ты, зараза? И нахрен ты сюда залез? Вообще без ума, ребята. А ну-ка, сейфик. Ничего. Ну по-любому же должен где-то здесь быть. Опа, смотри, у них тут что. Фуршет. Но опять никого. Подожди, а где они есть-то? Как это понимать, что их нет на месте? Ой, тут же кто-то стрелялся. Слушай, это не они. Только не это. Потому что да, слышалась шмальба всякая. Вы же понимаете, что у кочерги для меня должен быть тайник. Да ты сиёшься, ну нахрена? Ну нахрена он вылез, а? Он сдох. И я сдох. Молодцы, молодцы. Круто придумали. Уважаю. Понимаете, что у меня сейчас всё в принципе складывалось идеально. Но вот теперь, ну вот теперь. Вот теперь я даже не знаю, что делать. Нахрена он из дома-то вылезти, я не понимаю. Вот вечно что-то им не имёт с этим NPC. Вечно куда-то лезут, свой нос суют в ненужные дела. А я теперь не получу тайник призрака. Но мне так не хочется просирать тайник того товарища, а? А я ещё слышал уже шмальбу, да? Это его два зомбаря, что ли, запинали? Ну как так вышло-то? Так он же здесь не один должен быть. А, он сдох в элект... А, я понял, он в электри сдох. Слушай, давай, может, перезагрузимся? Вот с этого сейва будем молиться, что всё должно быть нормально. Я там сохранился, когда уже тайник взял. Может, он всё ещё живой тут? Да, он живой сейчас. Слушай, да иди ты нахрен! Вот смотри, у меня кустул один или два раза. Как у меня там с костюмом обстоят дела? Мне вот интересно, как он сильно портится. Ну не, он не испортился от одного укуса, кстати. Где в чёрном? Он, наверное, внутри. Ой, 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 ой. Там этот дуралей с голодом. Только не попади, пожалуйста. Только не попади в электро, я тебя умоляю. Ну ты дурак, а? А, подожди так. Не, они уже мёртв... Он уже мёртвый! Они сами лезут в электро! Я вот и говорю, что вижу другого цвета. То есть чёрный уже мёртв. В сером типок ещё живой. То есть если с ними только сюда отгрузиться. Ну что тогда, отгруз происходит? Вот непонятно теперь, сколько он тут валяется мёртвый. Подожди, а вот сейчас этого Филиппа нет? Не понял. А как он? Он телепортируется, что ли? Ну всё, скорее всего, я просрал тайник на болотах, в общем-то. Что тут говорить? Из-за вот этого, я бы сказал, что я думаю, но не буду говорить. Из-за того, что черга залез в ломалию. Во, да он появляется, ребят! Я не знаю, что это такое. Он телепортируется сюда. Вот этот сталкер. А как это возможно? Объясните мне, пожалуйста. Я серьёзно сейчас вообще не вкуриваю, что творится. Снова его приложили. Теперь мне важно понять только одно. Живы ли бандиты? Сейчас. Может, я долго слишком болтал, и они... Поэтому что-то там, я не знаю. Но если он раньше сдох, но... Он уже мёртвый. А прикол знаете в чём? То, что у меня сейф на свалке, на клапище техники. И следующий сейф только когда я уже вернулся с янтаря. То есть, вероятно, он сдох. Да я даже, в принципе, говорить ничего не хочу, если честно. Я сейчас отгружусь на сейф до того, как я вообще пробежал. Вот тут на дикой территории, я ещё на вертолёте. Я хочу отгрузиться, чтобы банально посмотреть, не мёртвый ли он уже тут. Но это, конечно, грустно. Это дезмораль отталкивает от игры. То, что мне нужно опять переигрывать сейчас, по сути, чтобы вот это чучело осталось в живых. То есть, он хрен знает, когда, что там, как там, умер. Я об этом узнаю только сейчас. Это, конечно, заставляет, мягко говоря, расстроиться. То есть, тут я ещё не сходил даже на янтарь в первый раз. И это подаёт мне надежды, что отсюда не придётся переигрывать. Так, зайду внутрь и посмотрю. А, вот они два. Ну, смотри. Это вообще очень давний сейф. Ну, это я вчера всё играл. Это ещё до похода на янтарь. То есть, я ещё не взял рецепт электрохимеры, не поговорил с наёмниками и всякое такое. То есть, это, по сути, начало вчерашней серии. Ага, да. И есть вариант просто отгрузиться тогда на автосейф, кстати. Давай, может, на автосейф отгрузимся. Может, он ещё жив. Ну, то есть, это самый лучший вариант будет, если он жив на автосейфе. Если нет, то придётся отгружаться на свалку. Потому что, кстати, двух сейфов всё, он мёртв. На свалку. И молиться. Ну, что он там жив. Ну, скорее всего, будет жив. Хотя, может, он сдох во время моего второго захода на локацию. То есть, он тогда мог вполне сдохнуть. В общем, отгружаемся с автосейфа, смотрим. Вышел, зачем ты вышел, если ты в укрытии сидишь и попал в аномалию и умер. Ну, вы поймите мои эмоции, да? Я только что отдал столько времени своего, чтобы к этому прийти. Ну, да, получается. А, так у меня автосейф вот какой. Сбитый. Да, я же в бар пришёл. То есть, у меня только один вариант. Это отгрузиться на свалку. Ребята, вот такие вот дела. Вот такие вот приколы. Счастливчик куда-то пропал. Не понял. Итак, я перешёл с электробусами. Будем надеяться, что сейчас всё хорошо. Что кочерга жив. Иначе переигрывать придётся, ребята. Очень много. Это два часа жизни. Опять надо будет потратить. А до сегодняшнего серии я должен был сходить. Менять цинк патронов. Ну, и, в общем-то, подготовиться к походу в x18, чтобы завтра уже туда пойти. А. Серьёзно? У меня выброс тут происходит? Или что это? Ну, походу выброс, да. Давай, наверное, успею добежать. Может, от выброса подыхает? Ну, да. С автосейла переигрываем. Да, предлагаю вообще в баре тогда выброс пережидать. Может быть, так будет лучше? Чё опять началось? Не знаю, что-то агриться на кого-то. Пацаны, вы не на меня агритесь? Наверное, нет. Надеюсь, по крайней мере, что нет. Хотелось бы, как говорится, верить. О, куда меня переместило? Можно сразу посмотреть, жив ли наш Филипок. И он, по-моему, жив. Я не вижу трупа. Теперь будет только тут сохраниться где-то. И на костёр посмотреть. А там с кем шмальбаются? Не понял. А, так мне тут негде посмотреть на костёр. Ладно. Скорее всего, на тот прикол я уже не попаду. Когда вот, ну, вообще непонятно, что произошло. А, вот он. Ушастый Валера. Слушай. Хочешь сдохнуть? Нет, скорее всего, сдохнуть он не хочет. Ну да, он, скорее всего, бежал сюда. Погиб ушастый. А, тут кровь прибежал. Охренеть. Кровосися. А, всё, убили его? Охренеть. Нет, его не убили, блин. Да его теперь хрен убьют. Но он ушастого бочит. То есть, всё-таки, у меня есть шанс что-то выбить с ушастого. Который каким-то вообще непонятными путями сюда забрел. Только вот опять у меня это излучение. Которое я всё никак не выведу. Мне важно понять, я сохранился, когда уже ушастый мёртв? Да, ушастый мёртв. Вот. Теперь надо просто как-то подловить. А, он уже мёртв. Ну да. То есть, ПДАшника я с него уже не выбью, скорее всего. Артефакт выпал на этот раз. Сейчас ещё и ПДА будет с тайником. А, но ПДА на этот раз разбитый. Ну, я переиграл. Выключал запись, потому что перезагружаться надо было. Часто. Ну и, в общем-то, перезагружался до тайника. На этот раз только уже на свалке. Но я думал, окей, пусть будет. Ну и да, микстурки я с него тоже снял. Что там, пойти микстуром? Вот они, 16 штук. Землекопы мои живы. Опа! Нарисовался. Ты чё тут трёсти? Ты чё тут трёсти? Дело пытаешься. Как тебя? Погоняло, типа. Про звание твоё как? Это у псов погоняло. А у меня имя Мечный. Ещё я кое-кого. Мечный? Так это значит ты. Ты же мне куришь теперь. Слыхал я, что ты впрягся за меня. Понимаю, что спасибо мне отделусь. Ну так земля-то она, сам понимаешь, круглая. Сочтёмся ещё. А пока презентик тебе. Рецепт запиши. Кого ищешь-то? Мог быть я знаю. Слышал про такого сталкера. Стрелок его имя. Стрелок, стрелок. Ща, погоди чутка. Крутится в башке что-то. А, точно. Братаны базарили прям между собой. Что, мол, Боров базу себе основал в плохом месте. Типа там подземелье или что ещё что-то внизу. Ну и трепали, что, мол, такой стрелок там хаживал. Аж за выжигатель. Ну вот, что на север не... Ну то, что на север не пускает. О, а вот что там делал этот самый твой друган? И зачем туда лез? Пёс её знает. Подземелье? Это то, которое завалено было? Да, не. То, что завалено, это рабо... Ларо... Тьфу, зараза, язык сломаешь. В общем, там ботаны чё-то делали. Про то вроде понятно всё было. Да и не набазишь завал. Нет, тут чё-то другое. Тип один. Митяй-синяк. Ну ты его вряд ли знал. Дуба он врезал ещё зимой. Так он аж синий был, когда про то рассказывал. Говорил, что там в подземелье этом. С ума съехать. Это как два пальца. Ну ты понял. Ну да. А как попасть-то в подземелье это? Ну гадом буду, не знаю. Братаны базарили, типа давно завалили, типа вход. Чё б не вылезло оттуда, во никакой заразы. А кто заваливал, тех и не знаю. А чё делать собираешься? Пойдём скоро на дело. Так надо хоть подготовиться. Подквасить малость, пока время есть. А то потом некогда будет. Понятно. Второй чё? Ну чё? Хочешь базарить? Базарь. Про космические корабли. Ты кто вообще? Меченый я. А ты откуда? Блатной такой весь из себя. Опа-эпа. Меченый? Слыхал я про тебя. Типа ты ищешь кореша своего, которого порешили. Или чё-то не так. Да мне до лампочки, в общем. Делать нечего. По зоне бегать за просто так. Я вот знаю, куда и зачем двигать. Сечёшь? Что-то текста много. А сути нет. Сути нет? Ну ты точняк отмороженный. Я ж тебе как духу открылся. Схрон есть один. Богатый схрон. А хозяин дуба врезал. Давно. Только нужно до схрона дочапать. Типа далеко он. Аж за выжигателем. Ну а мне-то какое дело? Чапай себе. Мля, ты ж дослушай. Это ж кореша того подельника, схрон. Ага. Как его? Фикса что ли? Не. Зуб? Не, этот в баре торчит. Челюсть, бивень. Ну подскажи. Чё-то с зубами связано кликуха. Этого, который с твоим корешом в ходке ходил. Призрак или клык? Ага, точняк. Клык. Короче. Мне обрисовал один мужик, который нашёл этого самого клыка-писульку. Где схрон богатейший лежит. И никто добраться не может. Потому как мозги отшибает. Ежели идти туда через этот радар. Дошло? Нет? Гляжу, нет. И где схрон, я знаю. Понимаешь? Баблосы, арты. А как туда, в эту самую Припять зайти? Не знаю. Ты ж всё в одно в натуре туда обмылишься. Таки это, вдруг найдёшь тропку заповедную. Ну и мне шепни. Я тебе с этого хабара большой кусок отломлю. Ага. Только ты никому. Про стрелка слышал что-нибудь? Нет. Препараты медицинские. Ты мне фуфло не гони. Короче, нет. Не хочешь со мной обмениваться? Ну и такие дела. О, где лук тебе есть? Так ты не менжуйся, как цветок в проруби. Давай говори. Димон, орех который, сказал, что ты знаешь, на водку одну. На тайник самого призрака. И где ты этого бродягу видел? Давненько от него весточки не было. Кишки отсиживается. Говорит, дела у него там какие-то. Ну, так как-то насчёт схрона. Ты как бы должен мне? Не забыл? Чего кому я должен, всегда отдаю. Лады, слухай сюда. Был один интересный жмур. Видать, легла ему в тот день дурная масть. Маслину в пузо поймал. Макитра на бок и хана. При нём малява была. Вроде как от самого призрака. Какому-то его корешу. Ну и прописано там было, где он в том райцентре хазу обустроил себя. Типа пересылки ихние. Чтобы там и пожрать, и поспать, и патронов с медицины вдоволь было. Я тебе порожняк толкать не буду. Правда, и в самом райцентре я не был. Чего там за место, сказать точно не могу. Но в бумажке чё-то про магазин Коуп Торг было. Точно тебе говорю, есть там что-то. Да, не густо. Ну и на том спасибо. Бывай, кореш. На здоровье? Нет, обойдусь. Слушай, вали, чего пристал. Нихрена ты злой. Ну вот в принципе и всё. Значит где-то что-то в Припяти, я так понял, тайник один. Но мне отметку не дал. Да, Ливанковский райцентр. Ага, Хабар Призыка где-то тут. Всё супер. Ну и что там за арт-мод? Ломать мясо и снежки. Ммм, ещё один рецепт арта второго уровня. Ну неплохо. Только вот рука зомби, конечно, ужас. Так, всё. Они живы, тайник я получил, микстурки получил. Теперь мне надо как-то сохраниться. Ну и пойти за бронёй. То есть в общем-то всё в итоге опять нормально сложилось, но... Лишний раз я убедился, что НЛС может подкидывать сюрпризы в самый неподходящий, неприятный и ненужный момент. А ещё же он опять может сдохнуть, да, как-нибудь? А видишь там, вроде как дело какое-то ещё намещается, когда я получу переход в Припять что ли или на радар? Мало ли что. Думаю, что надо иметь в виду. Так, сохранился. Всё, теперь это нормальный сейв. Осталось только обменяться. Как же мне повезло. На самом деле он не телепортировался, да, тут сталкер. А он пришёл именно. Но как же мне повезло, что он пришёл вообще. Санатория лучше своими микстурами. Но опять-таки, микстуры, это было не очень важно. Там, так скажем... Ой, если зомби меня бахнет, то это всё. Как бы можно было и без них обойтись. Но всё-таки было обидно, что он их своровал. Ну и вот, зона его наказала. Нечего по чужим нычкам лазить. Ну а тут я замочил кровососа и пснорка. Чего там? Красиво. Ага, у него даже что-то есть. А, ну так это щупло, то самое, которое у меня и раньше было. Тут ручка зомби. Теперь бы мне вот этого дурачка уничтожить, чтобы он тут не тревожил наших пацанов. Он райным упал. Ну и всё. Рядом теперь тут никого. Никто не должен нашим бандосикам мешать. И я-то в итоге думал, за сегодняшнюю серию полностью подготовлюсь к походу в ИС-18. Но нет. Зона подкинула своих приколов. Кстати, автомат его разряженный. Всё. Снова с ним проговариваем все эти моменты. Предварительный достав. Электробусы. Вот они, Берии. Всё. Бронескафандр спецподразделений. Одеваем. Какая красота. И килограмм побольше. И характеристик. ПД-шник тот самый. А будут? Ну теперь надо посмотреть. Может быть это после диалога появляется вот этот странный удар? Сейчас будет видно. Ну а так по плану мне сейчас вернуться в бар. Взять канистру. Шуровать, во-первых, за тайником. Во-вторых, надо посмотреть, что там по бартеру на ВОГе. Мне надо ВОГов набрать. У Кузнецова. Ага, он ВОГе не даёт. А где же мне ВОГе-то брать? У Шерстюка. РГД, тут Ф1. Слушай, получается ВОГе мне менять что ли на... У генераторщиков? А у кого мне ВОГе-то менять? Вот и думай головой. Ну вот, тут есть у Петренко выстрелы для гранатомёта. Четыре обычных ВОГ-25 или тридцать ВОГ-25П. В смысле, не понял. Четыре обычных ВОГ-25 или тридцать ВОГ-25П за арт первого уровня. Тут, наверное, три должно быть, а не тридцать, да? Да, скорее всего, тут должно быть три. В смысле, тридцать. Ну а сейчас, конечно, много ВОГов потратил. А больше как у Петренко не у кого брать. Так, ну и ударов никаких нет вроде. Погнали обратно. Адуванчик совсем скоро, ребят, всё, исчезнет. Он последние дни доживает. Ребята сидят, всё хорошо. А ты, братуха. Опять новый диалог какой-то. А, ты, братуха, ты это, только никому. Братуха? Что-то я не помню такого братана. Да ладно, не межуй, я же тебе со всем уважением. Уважал стало быть. Ну-ну. А что тут сидим, уважающий? Дык это, Корифана вот встретил. Скича откинулся, с Долгарской. Ну и те, уроды, эээх. Придливо на тебя растереть. Потрындел с ним, теперь почапаю к корешам в Лиманск. Вон куда? А на кой тебе в Лиманск-то? Ты чё, уши не моешь? Тебе же вроде чистым по-белому. Кореша там. Нам пахан дело поручил Вожнецкое. Кореша уже там, а я сюда ломанулся. Братана позырить надо было. Почапаю туда, пока кореша, все мои пдашки не пробухали. Пдаа? У тебя? Много? И зачем они тебе? Ну, может и много. Тебе-то какое дело? Не слыхал про серьёзного кавказца на складах? Он за всякие пдаа хабар отваливает. Да и вообще. Я слыхал, что много там в этих штуковинах всяких тайных мест записано. Только сломанные почти все. Жаль. Ну, разболтался я. Бывай, отмеченный. Если чё, я пока там буду. В этом Лиманске. Найдёшь меня, потрендим про наши дела. Ну, бывай, уважаемый. Вот и всё. Этот. Всё, он со мной не пьёт. Кочергай и фраер. Вот и всё. Ребята живы, жалко у них тут сохраниться нельзя. Потом, скорее всего, можно будет их найти. Вообще, это довольно атмосферно, когда там персонажи перемещаются. Можно снова встретить, поговорить, там что. Помнишь, мы с тобой виделись на дикой территории. Но видишь, как они легко могут умереть. Попал в электру, и всё. Ого, да ладно. Вот так жёстко прям. Наверное, раненая была. Ничего у собаки. Ну и у тушканчика, соответственно, тоже ничего. А этот труп чё-то приуныл. Иначе как-то сел. Ты чё? Всё. Снова говорим с учёными. Держи. Всё. Всю жирную награду получаем точно так же. Ладно, посмотрим. Мне не трудно было. Всё. Ребятишки, отдыхайте. На армейках у меня вообще сколько тайников? Четыре тайникаш. Ох, я туда дойду. Это будет вообще прям жесть. Ну, деньжата у меня теперь привалила. Вообще, мне нужна капсула на всякий случай. А именно на случай, если сгорит ПДА. Ну что, пока, как видите, с капсулами туго. Смотри, какие. За собачкой бедной вдвоём гонялись. Вообще ничего святого. Вы заметили, что тут синеет почему-то? То есть, я стою тут. Всё обычного, нормального такого. Солнечного, жёлтого цвета. Но когда я иду вперёд, опа, всё синеет. Такой холодный оттенок приобретает зона. Потом иду. И как только подальше отхожу, опа, опять. То есть, тут прям какое-то проклятое место странное. Всё, теперь уж со спокойной душой я перехожу. Все живы, все здоровы. Задание выполнено. В общем, не буду я пока к Иванцову лезть. Вот он пишет. Я надеюсь, что это ничего не сломает. В том плане, что вот только сейчас надо было подойти. А если я выйду с локации и зайду заново, то он, типа, обидится. Вот я надеюсь, такого не будет. Ну, или там не обидится, а просто уже не будет эту просьбу мне давать. Вот когда пойду на армейке, тогда эту просьбу и возьму. А вот сейчас что-то я ещё кому-то дал. Это на время. В общем, пишите в комменты. Если вдруг что, то придётся переигрывать опять. И отгружаться вот с этого сейва 581, который я только что сделал. Заново бежать, брать и сразу идти на армейке. Хотя мне туда, вроде, лучше не суваться пока. Тут уже можно, наверное, снять. Вот очень хорошо, кстати, что можно снимать маски вот эти. О, какой ты смотри. Какой модный, красивый. Вот это я понимаю. Скафандр, который иначе никак не достать. Так, квесты есть какие-то? Мне сейчас любая работа понадобится. Работа. Да, конечно, нет. У них выцепить квесты, это что-то, я не знаю. Из разряда фантастики. Ну, вот у него придётся на арт первого уровня. Наменивать, получается, влоги. Ну, похоже, так и получается. Мне нужно по-хорошему влогов 20. Куча эфок. Но, наверное, я огнемёт придётся брать у прапорщика. Это перед тем, как в x18 лезть. Но я боюсь, знаете что? Что огнемёт потом заряжать надо. Сколько это будет стоить? Страшно представить. Ибо он только заряженный берёт. Прапор. Квестов, конечно, нет. Пока не буду продлевать. 10 влогов, на самом деле, мало. Это же обычные влоги, а не 25п. Да, это просто 25. 25п, они вроде бы, ну, наверное, более мощные. Раз они стоят дороже. Пока это чудо, убираем. У меня есть две лимонки. А вот РГДшки, это вообще хлопушки. То есть с собой её таскать, это не уважать просто себя. Поэтому я, пожалуй, её пока уберу. Ремнобор один нашёл у бандита там. Молодяру можно убрать. Хотя я всегда с собой таскаю, а одну на всякий случай. Надо же ещё со сталкерами пить, кстати, ребят, водку. Потому что могут выпасть тайники. Почему бы и нет? Канистру, конечно, берём. Ой, ну давай возьмём холодца, наверное, сейчас. ПД, наверное, уже можно и убрать. Информацию с него же я получил. Ну и что ещё? Плюс жекан. Если уж там попадётся какая-то тварь серьёзная. И то я думаю, этого мало. Да, по патронам, конечно, галяк. Но сейчас я обменяю на цинк. 7 часов вторых именно я решил брать. Кто-то мне сказал, возьми 5.45. Ну ладно, возьму 7.62. Ничего страшного. Кстати, вот с этим документами я так и не понял, что делать. Папка с научными данными. Помните, я её находил? Вот это мой ящик, который тут лежал. Да. Каменный цветок 5-го разряда я нашёл на агропроме. Это тоже дело было на стриме. Невероятно повезло. Я когда увидел, офигел. Но такое тоже бывает. Его я оставил и таскать с собой не буду. Для варки использовать тоже не буду. Вот это вот всякое чудо, наверное, можно взять, если сейчас где-то придётся готовить. Я кое-что варил уже. Вот, сваренный артефактов. А именно, ну ещё 3 раза я, получается, варил на стримах. А, ну нет, 2. Один электробус, это я тут сварил. Это слезняки огненный шар. Да. Который я вроде как и продал. Прочая статистика. Кстати, метку я тоже пережил, но она мне не засчиталась. То есть я её честно пережил на стриме. Она не засчиталась. Это патч официальный, который вроде как тоже правит статистику. И даже установив его, метка мне не засчиталась. Хотя я, типа, её там уже с фиксом пережил. Так что, ну, такие дела. Всё, заперто. По-моему, я сделал абсолютно всё, что должен был сейчас сделать. Спичек, кстати, совсем нет. Ну, практически. Погнали. Вот он мой сладенький. Ко мне бежит. Давай, давай, ко мне на ручки. Иди прыгай. Давай. Больно, конечно. Но что поделаешь. Он ещё радиоактивный, да? Да, плюс 2. Четвёртого разряда. Не вы чё прикалываетесь? Сейчас, короче, что, серьёзно, что ли, я не пойму? Да, серьёзно. Четвёртого разряда. Каменный цветок. Давай хоть посмотрим его характеристики. 350 здоровья. Радиация 2. Ну, тот пятого разряда просто типа такой же, но без радиации. Я правильно понимаю? Логику вещей. Скорее всего, да. Радиацию вводим. Слушай, неплохо. Очень даже неплохо. Теперь бы сохраниться по-хорошему. Хотя, чё, сохраняться. Просто боюсь, что впереди какие-то твари будут. Прям очень даже нормально. Такое будет, кстати, дорого стоить. Вот шутки шутками. А он 1025 будет стоить, если захотеть продать. Кстати, вопрос. Вот когда я подбираю артефакты, меня бьёт волна. У меня костюм-то не портится. Вот с этим по поводу варки, я так понял, поговорить можно будет только... А где полдолговцев? Только после выхода из X-18. Потому что, несмотря на то, что у меня есть все ингредиенты, не варит мне слизняка. Но там он мне его не совсем сварит. Вроде какой-то квест должен быть. Но, зараза, оттягивает. Вот это, по-моему, его рецепт. То есть, кровь камня, слизь. У меня есть и одно, и другое. Далее копыта и хвост. Ну, копыта у меня уже, конечно, нет. Да и хвоста. Да, он всё равно бы не сварил, гад. Какой же я красавчик, а? Я прямо с этого костюма валдею. Ещё тот момент, когда ты осознаёшь, что он единственный в зоне. Ммм, кайф. Не, ну, он, конечно, наверное, не самый крутой. Это понятное дело. Итак, под ковшом. Ну, вот ковш. Что я там должен по ним увидеть? А, так вот он, смотри. Пит ковшом, говорит. Так, ну, тайники выноси-ка сюда. Они жирные. Достать их не просто, но они жирные. Посмотри. Я этим доволен, типа, ну, 150 патронов. Конечно, я всё равно возьму 7.62 в лабораторию даже. Ну, или уже надо подумать, да? Да надо уже на 7.62 переезжать, ребят. А что же делать с 5.45, кто-то скажет, да? Да, не знаю. С 5.45 можно бегать, когда квесты неважные. А вот когда куда-то перецы, типа, там, в лабораторию. Я думаю, с 7.62 надо брать. Вообще, конечно, мне сейчас это всё-таки не стоило брать. 5 консервов, каждая по 600 грамм. В итоге, опа, и всё. Пошёл перегруз. По крайней мере, тут тайники, это тайники. А не как там, в оригинальном сталкере. Особенно в ЧН. Там на локации может быть 40-50 тайников. И половина из них это, блин, типа, ну, хлеб, колбаса, батон. В чистое небо нормальные тайники пересчитать по пальцам. Я сторонник того, что тайников должно быть мало, но они должны быть хорошие. Вот там, где 5 тайников на всю локацию, и каждый из них жирный. Но ты попробуй достать. Короче, всё, я устаю очень сильно. Блин, я так не хочу тратить свой одуванчик, ребята. Смотри, он тут сколько осталось всего. Зато как он мне время экономит, что вот я могу просто не уставая бегать. Пойдём потихонечку на кордон.